Привет, зрители нашей политики космоса, наших ресурсов, ютуб-каналов. Кстати, кто еще не подписался на телеграм-канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех последних обновлений, нововведений. И сегодня мы достаем из политики космоса стандартный такой комментарий. Кто-то обвиняет Россию в имперской политике, кто-то, наоборот, радуется, восстанавливаем некую империю. В чем здесь соль, в чем суть да дело? Вообще, ваш покорный слуга, анализируя Россию, руководствуется двумя картами. Одна от древнерусских историй с Олегом и Новгородом, другая от 90-го года, РСССРовский, значит, референдум по независимости, 12 июня 90-го года. В этих картах дофигачиваю интересного, настоящий кладезь, клондайк для астролога, как начинающего, так и продолжающего. Но и та, и та демонстрирует некую широту, скажем так, российской государственности. Причем-то широта абсолютно естественная, спонтанная, адекватная, где из-за, скажем так, надирного Сатурна в одной карте, восходящего водолея, специфического Сатурна Козерожьева в РСССР, например, карте. Это зеркалит поговорку, что, значит, строгость законов в нашей стране обеспечивается и компенсируется необязательностью их выполнения. То есть мы страна любви, страна морали, страна религии, страна душевности. И если кому что не нравится, он просто драпает на периферию дальше. Но добежали аж до Аляски, там, до Тихого океана, на юг, на восток, на север. Обратите внимание, что даже в самые кондовые какие-то крепостные времена часть территории Российской империи или Московского царства жил вполне себе свободно. Севера, например, севера, восток, дальняя юга, отсюда казахи. То есть это вполне себе вольные люди. И условный центр, он более закабаленный такой, черноземный. А периферия вся свободная, вольница. Получается, естественным ироническим путем, через архетип бунтаря, прометея, наша страна завоевывала все больше и больше рубежи. И через любовь, через ресурс. Да, понятно, что где-то тактические войны были, но они не идут ни в какое даже близкое сопоставление с тем, чтобы как европейцы вырезали Африку или всю Южную или Северную Америку. Мы никого не вырезали. Таких грехов на совести нашей российской государственной нет и никогда не будет. Потому что это не в наших правилах, не в наших обычаях. Вот получилась некая страна, которая занимает соответствующее пространство на территории Евразии. Это пространство будет осваиваться еще столетия вперед, учитывая, что Арктика и северные территории Тундра потихоньку оттаивают. Тогда как Антарктика замерзает, Арктика оттаивает. Это нормально, это не какие-то левацкие climate change и глобальные потепления. Это чисто такая география и естественные солнечные циклы. Нашей территории нам вполне хватает. И она еще связана с определенными механиками расширения, распространения славянского этноса. И не секрет, что территория Российской империи или СССР, она в принципе более-менее такая прочная, устаканенная, естественная. Никаких колоний Российской империи не нужно. Аляску отдали до эффекта нее, своего добра достаточно. Никакую Сербию там, например, присоединять тоже не собираемся. Например, при возможности сталинской армии завоевать всю Европу, проехаться на танках не париться. Никуда он не поехал. Кстати, сам Сталин считал поэтому Вторую мировую войну проигрышной. И парад победы не устраивал. Потому что по самым разным причинам за систему издержки противовесов не получилось взять и накрыть всю Европу. Ничего страшного. И этот имперский код, который в крови, который всегда заметен, в 90-е годы, например, Проханов, Дугин и другие евразийцы или имперцы выражали открыто, конкретно, вполне себе нормально и адекватно. Тогда их клевали, называли городскими сумасшедшими. Но это были, скажем так, непрозорливые оценки. Сейчас уже всем очевидно, что мы были, есть и будем. Ну, империи, конфедерации, как угодно можно назвать. Через культуру, через любовь, через богатство, через тот факт, что мы можем всех прокормить, и у нас огромное количество энергии, мы будем держать в своей орбите некую евразийскую территорию. Когда самый лакомый кусок всей планеты, где есть все ресурсы, вода, энергия, еда, пах на земле, по чисто биологическим причинам на них будут зариться, на эти территории, эти ресурсы. Поэтому там квадратный Овновский Марс, семидомный в России, уж там чуть подпридавлен, это не совсем мы вот такие террористы, которые всех бомбят. Да нет, конечно, мы просто вынуждены держать оборону. Возможно, сторонники таких либеральных подходов и идеи кланов и ценностей скажут, «Да нет, это же мы завоевываем». Ну давайте, значит, посмотреть, сколько наших баз в Канаде, сколько наших баз в Мексике, какого размера наше посольство, где-нибудь в Канкуне условном, рядом с Калифорнией, сколько наших агентов бегает по Канаде и по Мексике. Ну и по-другому посмотрите, сколько баз британских, английских, французских по периметру нашей страны. То есть мы обложены полностью. Мы же не заставляли их строить эти базы. Они строились в том числе в те относительно гармоничные времена, для западной цивилизации, где мы продавали все и вся, вся элита там, все деньги там, и были абсолютно не субъектны, абсолютно не самостоятельны. Но почему-то базы строились, НАТО на восток расширялось. Вот идея, вот идея. Поэтому вынуждены, естественно, мы как цивилизация суши, как более такая травоядная, спокойная цивилизация, вынуждены отстаивать свое право на жизнь, свои границы. В противном случае нас бы раздербанили, повторилась бы судьба Афганистана, Вьетнама, ну, кого угодно. Туда, куда доходит, значит, морская и хищническая цивилизация, и в конце концов нас съедают. Будь то классификация Шпенгера, будь то Данилевский. Вот. Поэтому обвиняют Россию, что империя, да пусть обвиняют, мы она и есть. Мы при этом империя, не классическая, римская, экспансивная. Мы все-таки ближе по культурным кодам к условной Византии. То есть есть сакральное ядро, а любая цивилизация начинается с бога общения. И это сакральное ядро обеспечивает легитимностью руководства. И если уж совсем картину не шатать, народ не голодать, шарпотреб нормальный производится, айфоны китайские делаются, народ будет жить и процветать, никого не тронет. Ну, в общем-то, желаю всем мирного неба. Кому интересно подробнее, смотрите на регулярной основе нашу абсолютно открытую, безоплатную политику космоса.